всем привет в этом видео приготовим очень нежный вкусный меренговый рулет готовится очень просто быстро и недорого если вам интересно смотрите дальше для меренги нам понадобится яичные белки наливаем в чашу брать лучше или комнатной температуры яичные белки или готовить на швейцарской меренги это для того чтобы сахар быстрее растворился к белкам добавляем щепотку соли взбиваем до такой легкой пены потом добавляем постепенно сахар и ваниль взбиваем и постепенно вводим весь сахар и потом надо взбивать до очень густой крепкой устойчивой массы когда переворачиваем чашу белки вообще не шевелится добавляем яблочный уксус и продолжаем взбивать в этом этапе сахар должен полностью раствориться у меня немного остались сахарные крупинки но это не повлияло на качество рулета потом вводим кукурузный крахмал немного перемешиваем и взбиваем миксером до однородности в этом этапе меренга должна оставаться плотная крепкая визуально она немного оседает но плотность не теряет очень крепкая очень плотная если готовим на французской меренги то конечно лучше белки брать комнатной температуры но я взяла просто белки из холодильника вела сахар остались немного крупинки я думала что меренга не получится так как сахар не растворился но в итоге все получилось но в следующий раз лучше брать или белки комнатной температуры или готовить с швейцарскую меренгу на противень ставим пергамент чтобы он не ходил по противенью я немного снизу приклеила на меренги выкладываем меренгу и распределяем по всему противень равномерным слоем меренгу можно наносить тоже из кондитерского мешка так наверное будет даже удобнее и быстрее и и Меренгу распределили равномерным слоем. Сверху посыпаем сахарной пудрой. Это для того, чтобы образовалась такая хрустящая корочка. Выпекала меренгу 150 градусов 30 минут. Но время выпекания надо смотреть по вашей духовке. Передержать не надо. Тогда она будет слишком хрупкая. Достаем противень из духовки. По краям прошлась ножом, чтобы отсоединить, где меренга прилипла к противню. И снимаю меренгу с противня. Сверху кладу пергамент. Переворачиваю. Пергамент, на котором выпекался, аккуратно надо снять. Не спеша, чтобы не повредить нашу меренгу. Эта сторона меренги влажная. А вторая сторона у нас хрустящая. С такой тонкой корочкой. Для крема я использовала сыр маскарпоне, сливки, сахарную пудру. Просто сливки с маскарпоне и сахарной пудрой надо сбить до такой устойчивой массы. И все. И можем использовать. Конфи я готовила из айвы и манго. Айва достаточно кислая. И добавила немного манго, чтобы был более такой ароматный и не слишком кислый конфи. На этот рулет мне ушло 300 грамм конфи. Слишком толстый слой не надо делать. Это будет мешать заворачивать рулет. Далее наношу крем маскарпоне, взбитый со сливками. Крем тоже слишком толстый слой, наносить нельзя. Потом аккуратно, не спеша, заворачиваем рулет. Если конфи или крем будет слишком много, то в этом этапе, когда мы заворачиваем, крем будет выдавливаться из рулета. Как приготовить конфи я оставлю ссылку в описании. Готовила я по тому же рецепту, только берем такие ягоды, фрукты, которые хотим использовать. Далее рулет нам надо поставить в холодильник, чтобы немного постоял, соединился с вот этим кремом. Вот такой очень красивый, даже без всякого декора, рулет получается. Вот эта корочка такая тонкая, хрустящая. Она сама по себе уже визуально очень красиво смотрится. Готовый рулет у меня получился 40 см в длину и по весу почти 1 кг. Я не могла дождаться, чтобы попробовать рулет, поэтому вот эти концы обрезала на пробу, а оставшийся рулет поставила в холодильник. Рулет получается невероятно нежный, воздушный, очень вкусный. По вкусу он напоминает пирожное Павлова, только я скажу, что этот рулет даже мне больше нравится, чем пирожное Павлова. Во-первых, то, что он готовится очень просто, быстро. Тут не надо заморачиваться, наполнять каждое пирожное. Один рулет порезали, поделили. Вот такой красивый кусочек, тонкая, хрустящая корочка. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!